Друзья, после открытия тысячи коробок надежда только на одно. Чтобы нам попалось что-то интересное, необычное. У нас 10 коробок по 5 долларов. Всем привет! Привет-привет! И мы начинаем. А где мой нож? Итак, первая коробка. Смотрим, что у нас. И это. Это знаменитая фирма по созданию постельного белья. И как вы уже догадались, это постельное белье от California Design Den. Хлопковое. Да, хлопковое. 100% Lone Staple Cotton. Хорошо. На какую кровать? Смотри, тут даже описывают они, видишь, сатин вив. То есть какое-то сатинное переплетение может быть. Ладно, смотрим. А тут где-то они пишут обычно сбоку, нет? А цвет серый, да? Цвет серый. И queen. Queen fitted sheet. На нашу прям. Да ты что? И что у нее входит? Один fitted sheet. Deep pocket. Давай посмотрим. А так смотри, тут queen, а тут double. Ну? Ага, сделано в Индии. Ух ты. Так, ладно. Смотрим тогда. Смотрим, да. Запечатано, как всегда. Отлично, хорошо. По-заводски. Не то, что я. Unlock the softness. Серый цвет. Это наборчик, мне кажется, он не полный. Мне тоже что-то такое. Кажется, что здесь столько... Что-то что-то не то. Это не то, что не полный, а он только всего один, наверное. Хорошо. И что это? Это всего лишь просто. Как на коробке написано, да, и так оно и есть. Fitted sheet. Все. То есть это чисто. Это не набор. Это не набор. Первый раз нам на такой товарчик попался. Первый раз. Ой, ну, как сказали, сатиновая. Так смотри, видишь, она блестящая. Она так и есть. Вот как написали, так и есть. И приятное ощущение. Хотя с первого взгляда можно подумать, что это микрофибра. Но нет. Размер? Точно. Double. Ульяны. Для Ульяны на кровати. Для Ульяны, да. Отлично. И нам так кому-то. Ну, ладно. Пусть будет, да. Да. Сто процентный катон с приятным таким ощущением. Видно, даст он эту прохладу все-таки. Кулинка в пик. Да, да, да. Ну, что ж. Тоже интересно. Неполный набор, как раньше. Да. А вот только просто. Одна простыня. Супер. Точно такой товар мы нашли на сайте Amazon. В общем, друзья. Цвета нет? Да. Но есть размер. И цена 40 долларов. 40 долларов. На все цвета будет. Чисто простынь. Очень, очень интересно. Будет, будет теперь для частой сменки. Будет и на следующие года. Да, конечно. А то так у нас было. Не так много пока не появился магазин потерянных посылок. где нам попадать такие отличные вещи. Так что, друзья, не спите. Идите, ищите такой магазин. И желаем вам того же, чтобы вам тоже так попадалось. А мы уже открываем следующую коробку. Что-то написано, но скорее всего, тренд. Так, вроде бы разобрался я. Так, что же ты у нас. Ну, что-то с машиной связано. Так, супер пор. Инструкция. А, инструкция. Набор. Инструмент какие-то? Так, блакончик. Смотри, какие-то детальки. Еще детальки. Тут зажим, скорее всего, выходит. Или что-то крепится к чему-то. Странно, что не написано, что это. А, все. Dent Repair Puller. А, вот Dent Repair Lifter. Glue Sticks. Короче, что-то для машин. Что-то для Dent Repair Bridge. Скорее всего, связано с ремонтом... Ну, я смотрю, детали интересные. Ремонтом, как это, кузова машины. И вот, к примеру, даже пистолет какой-то тут есть. Присоска. Вот пистолет. Да, мне надо достать все. Глюган. Клей. Пистолет-клей? Для клея. Горячий клей, да. И вот целая инструкция. То есть, это для автолюбителей. Персонально я не занимаюсь. Я знаю, что есть профессионалы. И в нашем случае, чтобы сэкономить время, мы просто везем к профессионалам. Но, я не знаю, для глюгана нам нужен. Мы можем использовать только глюган, допустим, клей. Нам нужен для чего-то. Или продать этот набор. Я думаю, что я знаю много автолюбителей здесь, которые занимаются этим делом. И они, я думаю, заберут это по-любому. Особенно за такую цену, которую предлагаем мы. Поэтому посмотрим. Давайте вообще цену этого набора. И все. Тогда будем продавать. Интересная находка. Ценой 70 долларов. Вау. Так, очень интересная и очень нужная находка. Она очень редкая. Редкие товары, они обычно уходят хорошо. И хорошо покупают. И так как у нас машины сейчас дорогие, люди покупают бэушные машины больше, то этот набор будет очень полезен кому-то. Но и нам тоже посмотреть, что-то удивиться. Ух, интересненько для машин. Так, следующая коробка. Что тут? Что-то выднеется? Вообще ничего не понятно. Так, еще что-то деревянное. Так, у нас два новых куска поролона, кстати. Хорошие губки, знаешь? Это идея. Это запах. Да? Посуду мыть? Да, да, да. Так, давайте следующий пакетик. Что это такое? Какие-то прорезиненные штучки. И что-то еще. Все? Ну, провод. Что-то электрическое. Интересно. Это уже вопрос. Так, достаем. Интересный цвет. Я просто смотрю, я же замер. Пластик? Да. А я думала дерево. Вот это дерево. И? Лампа. Угу. Это лампа очередная. Ой, интересная какая. Пластик под дерево сделан. Классная лампа. Походу, ну, со всеми зарядными вытекающими. Два USB. Плюс еще можно подключить все. На стоп. Какую-то розетку. Плюс можно положить ручки записные и все такое. И, скорее всего, еще и будет разного света. Ну, это сейчас стандартное дело. От яркого до... Ой, держи ее. Приглушенного. Так, теперь только осталось. Загорелась кнопочка. И? И что? Момент. И... Белосинь. Так, белый. Так, плюс-минус, да? Минус. Ну, не сильно заметно. Нет, не видно, да. Классно. Так, таймер, смотри, можно поставить. Да ты что? И... Ох, смотри, приятный, да. Переключение. Отлично. Всех цветов. Да? И плюс уклон можно менять. Смотрите, да? Вау. Даже можно поднять. Жалко, что не поворачиваются, да? Хорошее освещение. Ну, жалко, что у нас уже все лампы есть во всех комнатах. Да. И возле компьютера. И сейчас, в принципе, мы более заинтересованы лампой, с которой можно положить телефон, заряжать. Очень удобно. Поэтому лампу эту, скорее всего, мы будем продавать. Очень интересный цвет у лампы и свет. Все пойдет тогда на продажу и посмотрим цену. Посмотрим сначала на картинки. Как такая лампа пишется в интерьер? Пока. А картинок-то и нет. Да, вот и все. Ну, в принципе, так. То есть она минимально занимает место, чем это тоже привлекательно. Хороший у нее свет, чтобы от ночного. Самое главное – это свет. Да, от ночного до дневного. От ночного до дневного. Ну, и типа использовать днем или ночью. Так, смотри, у нас получается с органайзером. Да, 30 долларов. 30 долларов, да. И плюс за доставку… Это американский Amazon.com. Нет, нет, нет. Наш вот этот вот. Тут… Так нет, да. Вот весь органайзер. А, точно. Ну да. Американский 30 долларов. Ого. И плюс за доставку. Нет, доставки нет. То Prime типа… Ну, все так. Если типа справимся, то тебе дадут за 27. Со скидкой даже. Угу. Ладно, 30 долларов запишем 40. Приблизительно. Мой калькулятор посчитал. Кто хочет посчитать точнее, милости просим. Мы не против. Но приблизительно будет так. Так, очередная коробка. И что же на что… Ну, как же. Ну, как же не обойтись без этого в распаковках. Подарочек для меня. Что я могу сказать. Очередные горшки. А еще цвет такой. Хорошо впишется к нам в интерьер, кстати. К нашему столу. К нашему журнальному столику. К нашему TV-стенду под телевизор. Полки. Или как она называется? Мебели под телевизор. О, точно. К ульяниному столу. Да. О, там еще цветочков нет. Да, да, да. Дал это. Что классно. Горшки все разных размеров. Смотрите, в каком они пусеньки. Итого 3-5 штук. 5 штук. Нет, мы считать не умеем. Нет, не умеем. 6? Ну, да. А, я же не видел там еще. Ладно, я скажу, я не видел там еще один. Да, конечно. Да. Хорошо, отлично находка. Да. Все, 6 горшков. Повторяем. Когда-нибудь. Амазон. Смотри, амазон. Ой, смотри, когда зелень красиво вписывается в вот этот серый горшок. Ну. Действительно, очень классно то, что есть. Просто картинки картинками. Все это передается конечный только результат. Виден цветок в горшке. И вот наши подписчики, зрители, новые и старые, кто может не подписан, они просто заходят и видят о, цветок в горшке. Но за этим скрывается процесс. Процесс, который принес удовлетворение моей жене. То есть она этим занималась. Она смотрела информацию, училась, пересаживала туда-сюда. Это просто, знаете, в наше время отвлечься от чего-то, найти себе хобби уже становится тяжелее и тяжелее. Поэтому моя жена нашла. Слава Богу. Все, продолжаем. Да, да. Хорошо сказал, хорошо объяснил. Многие, конечно, пишут, почему вы туда так много всего наставили. Друзья, наставили туда, где сам больше попадает солнечных лучей. Это немаловажно. Так, смотрим в следующую коробку. Что-то опять интересное. В поролоне. Оно тут. О май гад. Интересные полки, да. Мне кажется, у нас такие попадались. Да, попадались. Например, вот, смотри. Да, и в Ульяниной комнате, да? Да, да, да. И потом попадались, мы продали. Да. И сейчас попались, и мы их продадим. Они запечатаны полностью. Да. Все не побито, все классно, все целенько. В белом цвете. Есть крепеж. И крепеж, что немаловажно, смотри, для разных типов стен. От гипсокартона до бетонной. Это тоже очень важно, что такие детальки есть. Не надо самому искать. Потому что время сейчас становится дорого. Все это выяснять и все такое. Ну что ж, благодаря этому магазину потерянных посылок есть и такое. Можете вы тоже найти такое, если вы хотите этим заняться. Если кому интересно, как мы ищем посылки, пишите в комментариях. Попробуем раскрыть эту тему на столько, насколько сможем. А пока посмотрим цену. Красивые полки нам попались. Цена 27 долларов. Покажу быстренько картинки. Смотрится симпатично. Классно то, что разные размеры. И вариация тоже может быть разной. Да? Да. Даже бокалы можно. Мини-бар. Перед компьютером. Да. Все. Адекватная цена. Сколько? Такое, что ты смотрел на бокалы и пропалил. 27 за белые полки. Засмотрелся я. Не на то, наверное. Так, давайте следующую коробку. Тоже лежит тут одна денешенька. А не, она тут открывается, смотри. Так. И... Ковер. Ковер-самолет. Достаем. Так. Он не использованный? Да, вроде. Ты там столько ворсы, я не знаю, назвать его используем. Не, новенький. Так, ну это... Посмотри прикол. И все. А мы так очень видели, да? Обрезанный ковер. Он большой, кстати. Hello написано. Да, но хочу сказать, нам такая компания уже когда-то попадалась. Ну давай на пол. Барнгер. Да? Такой тематический. А давай к дверям. На улицу прям? Не, можешь так. Подвинуть тот коврик, посмотреть, как оно. Ну вот. Симпатично, да. Да? Мы тот заменим, он уже протерся. Как, может, коврик с такого материала тоже... Я имею в виду, краска стерлась. Там больше нет надписи. Там ты заходишь, и против тебя просто коврик. А нам надо, чтобы приходили люди, и вот сразу же у них менялось мышление. Видят hello, видят там thank you, видят там... Приветливая семья встретит. Да, вот у нас написано тоже счастливая семья. Стоит табличка сзади, перед дверью нашей, которая тоже попалась в потерянных посылках. То есть много такого декора. Люди приходят уже приветливые, уже приходят даже за покупками, сразу с улыбкой уходят. Правда, правда, кофе мы не предлагаем. Ну, за кофе нам надо тогда дороже продавать, чтобы кофе предлагать, и время больше иметь, чтобы еще сидеть, кофе пенить. Хотя люди приходят и что-то там расспрашивают, рассказывают. Вот один раз наткнулись на то, что хозяйка продавала щенков. Ну да. Задорого, поэтому мы не заинтересовались. Ну, хорошо, так, коврик, смотрим темно. На данный период времени этот коврик незаменимый. Сейчас пора грязи. Ну да. Все такое. Грязь надо оставлять за домом. Приносить только чистоту. Да. Хорошо. Ну, интересно все. Какая-то ворса, да? Или нет? Нет, не ошибаюсь. Нет, какая-то ворса есть. Плотный материал, скручиваться не будет. Вот, что еще немаловажно. Не все коврики ты положил, и он себе такой чик, и разложился. Есть такое, что чуть-чуть где-то провтыкал, продешевил, и все, коврик у тебя будет собираться, скатываться. Ну, вообще некрасиво будет. Да. Углы тоже, бывает, закручиваются. 35 долларов. Я думала, двадцатка. Да. Если честно. Ну, он маленький. Ну. Ну, значит, хороший. У нас точно с такого материала коврик. Идея хорошая. Идея полумесяц, да? Да. Полу... Ну, полушара, полу... Чего-то еще. Меня уже этот звук не привлекает. Все болтается. Как-то становится немножко дрожь. Что это может быть? Ой, ты... Итак, система сборки полок. Интересная система. В прошлый раз нам попался целый шкаф. Да. Мы его не собирали. Он, блин, он ушел сразу же этим вечером, если честно. Смотри. Это что-то новенькое. Такое нам не попадалось. Да. Знаешь, как на жалюзи такая штучка вешается, крутишь, и она потом закрывается. Так, а картинок нет, никакий. Сейчас будем... Вот, смотри, да? Смотри, что? Полки? Ну, вот эти длинненькие. Нет, так это было. Это просто перекрытие к полочкам. Просто вопрос, все ли тут есть? Второй вопрос. Ну, что-то левое. Что это такое? Я пока не вижу. Ладно. Будем смотреть. Трубки одни. Трубки, получается, четырех видов здесь. Они обычно идут. Может, здесь три. Да, ни картинок, ничего нет. Вообще. И опять, друзья, видите, есть шанс, что... Что чего-то нет, вот, да. Вот инструкции нет, и все, и ты не знаешь. Есть оно, нет. А еще прикол, ты можешь собирать-собирать. И только последние верхние полки узнать, хватайте детальки или нет. И ты такой... Ну, у нас, я же говорю, у нас такие попадались. У нас, в принципе, запасные где-то остались даже детали, трубки и все такое. Что, хорошо, да. Ну что, будешь собирать? Да, не знаю. Как-то мне не особо... Охота, ну, просто я сейчас соберу опять стандартную ту же полку, как и собирал до этого. Так а вот это тогда что? Ну, вот это уже другой вопрос. Ладно, будем разбираться, друзья. Да, включимся. А кто тут к нам пришел? И кто-то пришел. Кто там пришел? Не знаю. А кто нам в гости? Мама пришла. Неужели она, кстати? Беги, беги до бабушки, давай. Беги. Привет! Привет, мой карабус! Ну? Ты мой карабус! Ну, кто нам пришел? В одном тоне? Да, да, да. Так, все, разобрались мы с этой штукой. Мы посчитали. У нас не хватает для трех кубов, оказывается. И не только трубочек, а не хватает самих полок. Так, давай покажем на картинке. Мы не соб... А, я что, хотел пойти выказать. Мы не собирали, короче, у нас нет вот этих вот широких штук, полок. Но... Да, раз, два, три. Будет шесть кубов, получается. Шесть кубов будет. Ничего. И все. Продадим. Ну, да, ну, уйдет за минимальную цену. Люди будут довольны и за шесть кубов, чтобы там поставить что-то. Шкаф, телевизор. Тем более, можно, я так поняла, конфигурацию разную делать. Да, то есть, ну, не обязательно такой... На картинках покажем. Не обязательно даже такой, ты можешь вообще один куб себе поставить, и все. Да, высоту, и все. Или два, или три. Да, у нас нет вот этой одной широкой штуки. Она еще даже не промокает. Хорошо, цена? Цена у нас сорок долларов. За девять кубов? За девять. Ну, у нас нету, запишем, тридцать пять. Вон. Три штуки, так уж быть. Ну, а вот эта левая штука для жалюзей у нас попалась, поэтому... Не знаю, куда мы ее денем. Я думаю, ее а-ля Гудвил. Ну, идея. У меня там коробочка уже. Может быть, да. Или миюшки дадим, пусть играется. Не, ну ты что? Нет. Игрушек мало. Не знаю. Так, а мы продолжаем. Да. Ты хочешь открыть коробку? Такой смертельный номер на сегодня. Боже, открывай. Давай, давай. Давай. Эксклюзив. А я отдохну, пойду. Да, ну хорошо. Так, все. Смертельный номер. Лена открывает коробку в первый раз. Да, первый раз на камеру. Так, беленькая, интересной формы. Интересно. Описание. Господи, я как Ульяна, я не знаю, где открывает. Ну, вот там и открывает, да. Так. Надрезай. И вот здесь еще, вот, я тут ручок не подбираю. Мне кажется, она ее перевернуть будет. Порвать, разорвать. Да, переворачиваю, да. Я думаю, она так будет открываться. Ну, без никаких маркировочных знаков. Ну, 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 и... Ух ты! Итак, Лене повезло в первый раз. И такая удача. Попался смеситель. Кран. Да, настоящая находка получается. На кухню вот такую вот. Так, осторожно. О, он нам такой попадался, кстати. Да, прям такой-такой? Да. Ну, с вот этой вот штучкой, да? Да, но без этой вот. Видишь, что-то она будет держаться. Ты вставляешь сюда. А, целая? Целая, да, чистая, не использована. Ой, черный, матовый. И так она, раз. Да. А все детали есть? Ну, судя на первый взгляд, все детали есть. И вот эта штучка. У нас был такой казус, не все детали. Но, тем не менее, люди забирают, потому что кран все равно красивый и дешевый. А такие детальки, их просто найти. Хорошо. Шлангочки есть. Получается очередной товар на продажу. Да, ну, что есть, хорошо. Давай, что ты улыбайся. И одна, и вторая. Так, смотрим цену. Смотрим цену. Вернулась я на свое рабочее место. Так, 65 долларов. 65? Да. Супер. Да. Точно такой, да? Да, да, точно такой. На кухню. В бар, в ресторан, в прачечную даже пойдет. Так, следующая коробка у нас какой-то чехол. Опять. Мишик, ты что думаешь? Ты что думаешь, это чехол? На патте? Нет, это оранжевая вставка, скорее всего, для собак. У нас тоже такие попадались. И такой же паттерн. Это машина. Новый, новый, да. Машина для собак. Пошли разворачивать. Ты любишь такие штучки разворачивать? Будем разворачивать новый ковер. Давай. Прыгай. Оп. Смотри, помогай, папе. Давай. Раз, два. С карманом. Багажник, может быть. Нет, стандартный. Просто нам побольше размером не попадался, да? Нет, это длинный, нет? Я же говорю, он багажник. Да. Мьюшка, так вот. Ого, нет, это длинный. Ну, он, получается, идет и ложь в багажник, и вот здесь вот оно раз, и с той стороны загибается, и все. Да. Ну, или на сиденье. Лайчик поправлю. Давай повернем его чуть-чуть. Мьюша, подвигаемся. Ой, ну все, ей понравилось. Да, все. Давай, нас фотографировать надо. Ну, понятно, что это. Мьюш, нам надо сфоткать. Можно? Можно? Давай, повернем вот так, чтобы было. Блон длинный реально, смотри. Все, иди прыгай. Кармашек тут смотри какой, видишь? Посмотри, что там в кармашке. Нет презентов никаких? Может, деньги кто-то положил? Нет денег. Нет денег? Нет. Нету? Нет. Нет? Нет. Вроде как... Нашли, похоже. Такой же, да. Цена 43 доллара. Да. Да. Незаменимая находка для тех, у кого есть животные. Машина. Да, 43 доллара. Даже, видишь, не только животные. Можно просто вещи какие-то ложить, как использовать, как тарп или еще что-то. Что-то грязное, санки, лыжи. Ну да. Сноуборд. Открываем следующее, Мьюшник. Следую открываем? Давайте. Последняя коробочка. Давай, ты куда бежишь? Последняя коробка у нас на сегодня. Скрываем. Вот только не собирать что-то. Только что-то не собирать. Мьюшик, ты это видишь? Смотри. Это очередной... Как он, для одежды, да? Штука для одежды вешать. В черном цвете. Да. До этого нам попадался... Точно? Золотой. А теперь в черном цвете. А перед этим еще в белом. Да. Их больше нет. Один у нас остался. Лена вешает там цветы. Все. Остальные продались. Собираем его или так и оставим? Так как хочешь. Хозяин-барин. А золотой так забрали, да? В спорт пойдешь, в спорт пойдешь, да? Что у тебя тут за фигуры? Что у тебя за фигуры-то? Иди сюда. Какая интересная. Энни, стой. Энни, стой. Стой. Так, друзья. И опять на Амазоне. 29 долларов. Нам подороже попадался. Вот этот, даже вот этот золотой, да? Мишку понравился, похоже. Покажем применение. Не понял, что он с этим хочет делать? Смотри. Показывает. Кому-то что-то. У тебя же полоса препятствий, или что? Или ты хочешь под низ залезть? О-о-о! Это же у тебя взрослые танцы. Ульяна научила? Да нет, Ульяна у нас кунду ехала. Девочка. Да, друзья, а я использую вот этот рак для подвесных горшков. По цвету. Тоже красиво. Украшает стенку. Так, цену я сказала. Отличная находка. У нас такая есть в белом цвете. Ну, а вот эту буду продавать. Что попалось, то попалось. Да. Все, повезло тебе, Милушка. Будем продавать. Тяни ее туда. Сегодня много чего на продажу. Так, хорошо, да. Подбивай итоги сразу. Ну, вот это нам не надо. Ну, понятное дело, что будем продавать. Просто на резинке мы ставим. Подойдет для размера, для Ульяниной кровати. Вот это тоже будем продавать. У нас много разных, которые вписываются к нам в интерьер. Такая неплохая находка. И вот это тоже будем продавать, потому что у нас нет домашних питомцев. Горшки я себе оставляю. Вот ты знаешь, на что бы я еще внимание обращала? На ширину полки, кстати. То есть эти узенькие мало что поставишь. А вот пошире я бы наставила, если бы еще было в белом цвете. Так, кран продаем. Ну, коврик подумаем. А вот это тоже будем продавать. Полки тоже продаем. Вот это, да, тоже. Что заберут, то заберут. Итого получилось 412 долларов. 50 затратили, 362 доллара выгоды на сегодня. Неплохо. Он даже мишек махает головой. Вот это супер. Ой, осторожно, дочь. Поэтому всем спасибо, кто досмотрел вас до конца. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Оставайтесь счастливы вместе с нами. И всем пока-пока. Всем пока.